Привет, меня зовут Бородинов Григорий, я продюсер онлайн-школ. Я запустил яхтенную школу и четыре школы под экспертов. Все мои школы достигли положительного финансового результата. Начнем с пяти ошибок, которые совершают чаще всего продюсеры и эксперты онлайн-школ. Первая ошибка это то, что эксперты и продюсеры начинают вкладывать много денег в упаковку онлайн-школы, снятие уроков, делание визиток и логотипов, красивых дорогих лендов и так далее. Все это без того, как вы проверили гипотезу продаж, ровным счетом ничего не стоит. Вторая ошибка это выбор ниши. Выбор ниши, как я называю, по залету. Это когда по залету или по знакомству. Это когда вы в ППХ, в обучении, может быть, в Акселе или других каких-то местах начинаете запускать школу, лишь бы ее запустить, то есть не прорабатывая нишу. Я очень тщательно выбираю ниши, в которых я работаю. Если ниша не откликается во мне, если она меня не заводит энергетически, она меня не бодрит, то я не иду в открытие и запуск этой школы. Нужно посмотреть, какие перспективы у этой ниши, какой тренд на данный момент сниз падающей или вверх идущей. Нужно посмотреть, насколько большая целевая аудитория в этой нише, потому что многие смотрят на идею, но при этом не оценивают, какая аудитория. Конечно, вы можете вырастить целевую аудиторию, но надо тогда учитывать, что это будут большие затраты. Третья ошибка это плохая проработка целевой аудитории. Здесь нужно проработать как можно больше buyer-person, то есть тех персон, которым вы продаете, которым вы будете продавать данный курс, школу или вообще любой какой-то продукт. Помимо анкетных данных, то есть возраст, пол, география проживания, заработок и так далее, нужно еще внимательно отнестись к тому, какие увлечения у этой целевой аудитории, где вы будете искать вообще эту целевую аудиторию. Четвертая ошибка это выбор таргетолога, которым вам сосватали ваши коллеги, партнеры, друзья. Например, вам сказали, что этот таргетолог очень хорошо отработал в определенной школе, нагнал большое количество лидов, лиды были практически бесплатные. И этот таргетолог приходит к вам, и первое, на что вы должны обратить внимание, это те вопросы, которые вам задает таргетолог. Если он вас спрашивает, сколько вы готовы оплатить за настройку рекламы. И все крутится вокруг того, как настроить рекламу и сколько это будет стоить, но при этом не задает вопрос, какая у вас целевая аудитория, какие ценности у вашей школы, про что школа, какая экспертность у школы, какая трансформация у школы, точнее у школы, а у учеников будет после обучения. Если эти вопросы таргетолог не задает, то, скорее всего, это некомпетентный таргетолог. И надо помнить о том, что таргетолог, который отработал хорошо в каком-то проекте, нет никаких гарантий, что он отработает хорошо в вашем проекте. Пятая ошибка – это командообразование и то, как вы набираете команду. Очень часто набирается команда из того, какие потребности вам нужно закрыть. То есть набирается таргетолог срочно, потому что надо нагнать ледов. Нанимается технический специалист, чтобы срочно запустить какой-то вебинар, настроить кассу, привязать кассу к ленду или еще что-то сделать. Но при этом не обращается внимание на те ценности, которыми человек обладает. В одной ли энергетике он с вами находится. И на определенном моменте все начинает рушиться, потому что вы говорите абсолютно на разных языках, у вас абсолютно разные ценности, вы абсолютно по-разному понимаете процессы, которые происходят в школе. Поэтому я советую вам изначально подходить уже с грамотным подходом и выбирать каждого сотрудника, как в обычном нормальном бизнесе. То есть через собеседование, через анкетирование, то есть используя все регламенты набора персонала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...